13 декабря 1974 года советский океанограф и писатель Станислав Курилов сделал шаг, к которому он очень давно готовился. Он прыгнул с круизного лайнера в бурлящую воду океана. Но зачем? С детства он хорошо плавал, закончил школу, потом институт по специальности океанография и всю жизнь мечтал посетить тропические страны. Узнав, что путь ему туда заказан, он стал готовиться к побегу. Станислав отлично плавал и нырял, в том числе и без акваланга. Занимался по самоизданным книжкам йогой, мог несколько дней не есть без ущерба для активности. В 1974 году в декабре, все продумав и подготовившись, он приобрел билет на круиз из Владивостока из зимы в лето на теплоходе «Советский Союз». За две недели теплоход из декабрьского Владивостока доплывал до жаркого экватора, описывал там полукруг и возвращался обратно, не заходя ни в один из портов. Несмотря на подготовку, все оказалось не так просто. Теплоход был то ли случайно, то ли специально совсем не предназначен для прыжка с него. Вот как описывает это сам Курилов. Меньше всего лайнер был приспособлен для побега, как хорошая, добротная тюрьма. Линия борта шла от палубы не по прямой вниз, как у всех судов, а закруглялась бочонком. Если кто и вывалится за борт, то упадет не в воду, а на округлость борта. Все иллюминаторы поворачивались на диаметральной оси, разделявшей круглое отверстие на две части. Я надеялся незаметно отправиться за борт через один из них, но это полукруглое отверстие годилось разве что для годовалого ребенка. Чуть ниже в отрелении по обе стороны судна от носа и до кормы были приварены подводные металлические крылья шириной полтора метра. Для прыжка с борта нужно было бы разбежаться по палубе и нырнуть ласточкой, чтобы войти в воду как можно дальше от корпуса и этих крыльев. Такой прыжок трудно выполнить с верхних палуб, где есть разбег. Высота их превышала 20 метров, и на ходу это мог сделать разве что Тарзан. После тщательного осмотра кормы лайнера глазами будущего беглеца я понял, что прыгать можно только в двух местах. Между лопастью гигантского винта и концами подводных крыльев там, где струя воды отбрасывается от корпуса. Расстояние до воды отсюда было метров 14. Мне приходилось много раз прыгать в море со скал 10-метровой высоты или с надстроек небольших судов. Но с такой большой высоты, да еще и на скорости. Прыжок был более чем рискованный. Помимо риска попасть на сам винт или подводное крыло, пловца может обратной турбулентностью затянуть под лопасти. И это только на прыжок. Если получится прыжок, если удастся выплыть, если все пройдет незамеченным и теплоход не остановится и вышлет на поиски мотобот, вот даже все эти, если сработают, то пловцу предстоит плыть двое суток до ближайшей земли. Полет над водой показался мне бесконечным. Пока летел, я пересек некий психологический барьер и оказался по другую его сторону совсем другим человеком. Всплыв на поверхность, я повернул голову и замер от страха. Возле меня на расстоянии вытянутой руки громадный корпус лайнера и его гигантский вращающийся винт. Я почти физически чувствовал движение его лопастей. Какая-то неумолимая сила подтягивает меня ближе и ближе. Я делаю отчаянные усилия, пытаясь отплыть в сторону и увязаю в плотной массе стоящей воды, намертво сцепленной с винтом. Внезапно что-то швыряет меня в сторону и я стремительно лечу в открывшуюся пропасть. Я попал в сильную струю воды справа от винта и меня отбросило в сторону. Затаив дыхание, я старался оставаться под поверхностью воды до тех пор, пока большое световое пятно кормовых прожекторов пройдет мимо. Вскоре наступила полная темнота. Я выбросил ненужное уже полотенце, надел маску с трубкой и сделал несколько глубоких вдохов. Вода была теплой, при такой температуре можно плыть очень долго. Я надел ласты и перчатки с перепонками между пальцами. Было 13 декабря 1974 года. Спустя два дня, проплыв около сотни километров, Курилов оказался у берега Филиппин. Некоторое время он провел там в заключении, потом работал чернорабочим на Филиппинах, после получил гражданство Канады, потом работал в большом количестве разных компаний по всему миру, везде по специальностям, связанным с его любимыми морями и океанами. От Гавайев до дна Ледовитого океана. Когда его история стала известна BBC, о нем решили снять фильм. Местом съемки назначили Израиль, куда Курилов и направился. С фильмом по каким-то причинам не получилось, но вернувшись из Израиля, Станислав не смог забыть полюбившуюся ему страну и в итоге в 1986 году переехал в Хайфу, где работал в Океанографическом институте. 29 января 1998 года, в возрасте 62 лет, Станислав Курилов погиб от разрыва сердца во время подводных исследований в Галилейском море. Кстати, друзья, я недавно научился делать портреты на дереве с помощью станка для выжигания и открыл свою группу. Если кто из вас хочет порадовать своих близких необычным подарком, то ссылку на группу я оставляю в описании под видео. Там вы можете ознакомиться с примерами работ и заказать их лично у меня. Спасибо вам большое!